Сейчас вот вылезли с моря, поэтому я тут такая не очень красивая, но уже как есть. Шли сегодня на пляж и вдруг нас останавливают полицейские. Такого никогда не было. Прямо в начале пути, возле маршрутки. И говорит, пляж закрыт. Сегодня 15 мая и должен был начаться туристический сезон для внутренних туристов. Но, наверное, полиция подумала, что люди рванут сразу на пляж. А кому-то рвать на пляж, тут никого вообще нету. Вон, гляньте, везде пустота. Ни одного туриста нет на обозрении. Он кроме одного туриста, который ползет впереди со всеми вещами. Сейчас возьмет с собой бутылку с водой для того, чтобы сполоснуть соленую воду. Я такого никогда не делаю. Только мой муж носит полтора литра, чтобы сполоснуться, чтобы ему соль не заколола. Так, ну ладно, расскажу вам о своих комментариях. Сегодня будет интересное видео, но вы же не обижайтесь, что трясет. Никакая стабилизация не помогает, когда ты идешь. Но если сидишь, то тоже неинтересно. Так вы хоть какую-то отель увидите, который вы знаете. А так на что вы будете смотреть? На меня только. Так вот, я сегодняшнее видео хочу посвятить комментариям. Ну, нужно сказать, что я читаю все комментарии подряд. Их уже тысячи комментариев. Я трачу кучу времени на это. Приятные комментарии, они меня радуют. Это бальзам на душе. Я понимаю, что я работаю не зря, что я тружусь не зря. Не сплю ночами не зря, думаю о видео. Отрицательные комментарии или плохие комментарии. Если они конструктивные, я всегда обращаю на них внимание. Я всегда делаю для себя выводы. Но есть комментарии такие. Вот, например. Я еще не смотрела ваше видео, но и начинаются комментарии совершенно не по теме. Ну, конечно, такие комментарии я не могу обращать внимание, потому что это только лишняя трата времени. Сейчас вам расскажу о своем самом любимом комментарии. Самый любимый комментарий у меня это комментарий моей дочери. Она так переживает за меня трогательно. Всегда мамочка, ты такая молодец, так интересно было сегодня. Вот это мои самые любимые комментарии. Она всегда меня поддерживает во всех начинаниях. Ну, вот мой сын. Мой помощник во всех моих делах. Невестка-то ему подсунет под нос, когда он кушает планшет с моим видео. Я знаю, что он не всегда их смотрит. Вот она подсунет ему под нос. Он сядет, пока ест. Пару видео посмотрит, а потом садится и пишет мне комментарии. И это самый важный комментарий в моей работе. Значит, комментарий такой. Не там села, не там встала, не то сказала, не то увидела. Об этом не надо говорить. Не та заставка, не та надпись. Не цепляет. Материдна. Я как почитаю его комментарии, так мне дурно сразу становится. Что делать, чтобы заставка цепляла? Чтобы надпись привлекала новых подписчиков? Чтобы видео было интересно, где я не там встала. Не туда посмотрела. Короче, я его комментарии читаю по 10 раз и начинаю работать. Сначала я дуюсь, обижаюсь. Вот, я никогда его не ругала. В детстве я всегда его хвалила. Ты самый лучший. У тебя все получится. Он же никогда меня не похвалит. Никогда не скажет, мама, ты молодец. Нет, наоборот. Только одни замечания. Конечно, все они конструктивные. Сначала я подуюсь немножко. Ну, а потом что делать? Сажусь и начинаю делать работу над ошибками. Еще новые надписи или новые шрифты. Думаю над тем, что я сделала не так. Что он критикует. Почему так получилось? Ну, и вижу, что мои видео становятся лучшими благодаря ему. Что я заметила, когда читаю ваши комментарии? Я заметила вот что. Очень многие люди, к сожалению, это часто молодые люди, не умеют пользоваться как следует интернетом. То есть все там сидят в соцсетях, что-то там пишут, тратят время на переписывание друг с другом. А вот если им нужно найти какую-то информацию, они мне пишут. Значит, как сделать это? Или как найти то-то? Когда это просто сделать самому, взять в поисковой строке Гугла, набрать свой вопрос и получить на него тысячу ответов. Я могу вам дать только свой субъективный ответ на ситуацию, свой взгляд показать, как я вижу эту проблему. Но интересно почитать, как эту проблему видят многие другие люди. И среди вот этих вот ответов в Гугле вы найдете обязательно тот, который вам подойдет. Ну а если он не подходит, то вы всегда можете списаться с блогерами, вот такими вот, как я, или задать свой вопрос в соцсетях, и вы всегда получите на него ответ. Это первое, что я заметила. Второе. Очень многие люди боятся задавать вопросы. Вот они живут с каким-то непониманием, например, о кредитных картах. Вот очень многие мне написали, мы не умеем пользоваться кредитной картой, мы ее боимся. Почему они боятся? Почему они умеют? Это же несложно совершенно. За 10 лет использования своей карты я не уплатила ни одного процента. А вот некоторые считают, что кредитная карта – это кабала, в которую ты влазишь. Что банк навязывает тебе ее, предлагает бесплатно. На самом деле банк никому ничего не собирается навязывать. Просто рано или поздно бумажные деньги или металлические, они уйдут не бытией. Люди будут рассчитываться только картами. Эта операция очень выгодна банкам и магазинам. Это исключает наличие лишней рабочей силы, лишних специалистов, аренды помещений, в которых они должны находиться, соц. обеспечения и так далее. Поэтому любому банку, любому финансовому учреждению очень удобно, если вы пользуетесь картой. Поэтому вам она предлагается на льготных условиях, чтобы вы могли получить какую-то пользу от этой карты. И польза была бы и банку, и в итоге государству. Я всегда стараюсь чему-то научиться. Я смотрю тех блогеров, которые не просто льют воду или рассказывают просто ни о чем. Я смотрю только тех людей, которые мне могут дать какую-то информацию, чему-то меня научить. Если вы заметили, в каждом своем видео я тоже стараюсь вам дать ту информацию, в которой вы нуждаетесь, в которой я когда-то нуждалась. Я приложила усилия к тому, чтобы чему-то научиться, что-то для себя понять. И я продолжаю учиться каждый день. Если вы не будете спрашивать, если вы не будете находить ответы на свои вопросы, вы никогда не будете успешны. Поэтому для того, чтобы пользоваться кредитной картой, или купить выгодно билеты, или снять жилье, выгодно арендовать ее, или вообще собраться с мыслями и поехать в какую-то страну, то нужно для этого прилагать какие-то усилия. Вот очень часто в комментариях мне пишут, мне 56 или там 57 лет, у меня маленькая пенсия, я уже никуда и никогда не поеду, потому как не за что. Ну все, человек поставил себе жирную точку своей автобиографии, будет сидеть, высаживать рассаду, потом эти помидоры консервировать, потом их выбрасывать, потому что не съели. Зачем себя самому блокировать? Откуда мы знаем, что будет завтра? То же самое с карантином. Сегодня карантин есть, завтра его нету. Какая-то будет другая проблема, которую нужно решать. Мы же все не рождаемся сюда, на этот свет, для того, чтобы только радоваться, для того, чтобы чему-то научиться. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Я отвечаю на все свои вопросы. Иногда бывает очень часто такая ситуация, что я пишу ответ, а он не отображается. Я захожу в комментарии под своим видео, через несколько дней смотрю, а комментарий этого нету моего. Так работает YouTube, к сожалению. Под моим видео, в котором я отвечала на вопросы, вот недавним, несколько дней назад я его выпустила, значит, у меня все время люди писали о том, о своих впечатлениях о Египте, о том, что некоторые пишут, что да, назойливые продавцы там в магазинах хватают за руки, другие писали, что наоборот все понравилось. Я вам скажу, что когда мы первый раз пошли на Наамабей с мужем, и к мужу моему стали цепляться, в основном они к мужчинам, к женщине, если женщина идет с мужчиной, то к женщине никогда нет никаких вопросов, всегда все к мужчине, обращаются к мужчине. И вот к нему стали обращаться, хватать его за руки, мы приехали домой, к нам пришел сантехник, русскоговорящий, мужчина военный, который здесь просто подрабатывает. Так вот он нам сказал, слушайте, вы приехали в другую страну, относитесь к этому с пониманием. За каждым продавцом стоит большая семья, которую он вынужден тащить на своих плечах. И египтянин здесь идет домой, не так, как большинство наших мужчин, или с пивом, или с пустыми руками. Он идет и тащит сумки, он несет продукты, он хочет накормить свою многочисленную родню и семью. И он работает не только для своего обогащения, он тянет целый клан. Поэтому нужно относиться к этому с пониманием, просто пройдите мимо, не обращайте внимания. Или вот, например, мы часто ходим, идет такси, да, и каждое такси обязательно будет останавливаться и сигналить тебе. Поначалу мы расстраивались из-за этого, потому что мы не ездим на такси. Здесь не так дорого, но это лишние расходы, которые нам не нужны, просто не нужны. Тут отлично работают маршрутки, мы хотим побольше ходить пешком, гулять, поэтому на такси мы еще не пользовались, кроме как ехали с автовокзала до Дельта Шарма, когда приехали. Так вот, сначала нас это раздражало, теперь это нас абсолютно не волнует, потому что такси посигналило, муж помахал рукой, что нет, и он себе поехал дальше. Сейчас расскажу вам о комментарии, который меня больше всего уделил. Это комментарий гостя моего канала по фамилии Инна Счастливая. Когда-то Инна Счастливая, еще несколько месяцев назад, когда я только сюда приехала, она увидела одно мое видео и написала мне, бабка противная, глазки так и бегают. Представляете, мое удивление, когда проходит два месяца, и вдруг я вижу Инну Счастливую, которая посылает мне комплимент. Пишет, что у меня ноги, как у модели, где она их увидела, не знаю, но, короче, она написала мне такой комментарий. Так что Инна Счастливая, оказывается, меняются не только обстоятельства, но меняются и люди. Видите, сколько здесь у нас туристов? Прямо все сюда поехали и побежали. Никого нет, пусто. Люди говорят, тут бывалые, что отелям невыгодно принимать 50%, а тем более 25% посетителей, поэтому они не будут открываться. Но посмотрим по завтрашнему дню. Сегодня же еще не начался, как следует день. Автобусы на Каир едут и едут. Вот, уже третий автобус. Сегодня очень много полиции почему-то. Наверное, думали, что будет наплыв туристов. Сегодня 15 мая 2020 года. Обещалось открытие сезона. Какая-то красивая мечеть. Если в ней возобновятся эти моления, то я обязательно приеду сюда и покажу. Тут по пятницам такое творится. Это надо только видеть. Вот видите, все пусто. Ни один магазин не работает. Даже ничего не шевелится. Так обидно. Застанем ли мы когда-нибудь эти магазины работающими, чтобы пойти хоть посмотреть, что тут продается. Наверняка что-то ж хорошее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова